Приветствую вас, дорогие подписчики и уважаемые гости канала A Handful of Boys. Наше сегодняшнее видео начинается вот с такого загадочного и интригующего белого фона. Почему же? Дело в том, что достаточно давно, где-то месяц назад, на нашем канале выходило видео о когтях императора, кустодианцев в киллтиме и о том, как за них играть. Ссылка на него будет, если что, в описании. И в конце этого видео я обмолвился о том, что если это видео наберет просто 20 лайков, то я запишу видео под названием «О всех фракциях киллтима за 25 минут». Недавно я решил проверить успехи, соответственно, как когтях императора и обнаружил, что лайков там куда больше 20 и понял, что пара. Потому что, как говорится, канал у нас называется в переводе «Кучка пацанов» или «Горстка пацанов», а как говорится «Пацан сказал, пацан сделал». Поэтому мы сегодня здесь, на таком гигантском и грандиозном проекте. Все фракции и мое странное мнение о них. Небольшой дисклеймер о том, что это вообще такое и как это будет происходить. Я перейдусь по всем представленным на данный момент фракциям. Раскидаю их по так называемому террористу. И дам какие-нибудь краткие пояснения об их механиках и о том, как они себя вообще ощущают. Небольшое пояснение потери. У меня тут табличка такая, состоящая из пяти, получается, ступеней, из которых S это самые такие ноутбрин сильные, топ имба, нерв плиз и все такое. И все в таком духе. А, соответственно, это сильные команды, но которые требуют небольшого все-таки усилия, чтобы побеждать. Да, они на ступень ниже S команд. Далее B. В целом неплохие, конкурентоспособные, но уже приходится, так сказать, стараться и прикладывать усилия. C это такой лист для экстремалов, то есть нужно прям очень много думать, очень хорошо разбираться в игре, как все работает, подмечать всякие тонкости и все так далее. И последний D это просто, не знаю, миротворожденные команды, которые, не знаю, очень плохие и что с ними делать непонятно. Предупрежу на всякий случай, что вот это все является просто моим каким-то личным мнением, основанным по большей части на нашей такой мете, да, около Питерской, можно так сказать. И также основанное на моих похождениях по интернету, реддиту и прочим порталам, где люди тоже высказывают свое мнение. Вот, также должен отметить, что, в принципе, опять-таки, вот эти позиции по тирам будут разниться в зависимости от вашей локальной меты. И, понятное дело, даже вот значок D, который у меня тут обозначает, как бы, миротворожденную фракцию, далеко не означает того, что за нее, в принципе, невозможно играть, и, да, и при определенном, как бы, скиле и поющих штуках даже за нее можно побеждать. Так что относитесь к этому, так сказать, спокойно, я тут не судья на страшном суде и не выношу жуткие вердикты. Итак, пожалуй, начнем. 25 минут, поехали. Космодесант. Космодесант, фракция самая популярная, все знают Космодесант, все, кто приходят в Аху, восхищаются Космодесантом, скорее всего. И, собственно, в Kill Team у Космодесанта такая немножко забавная ситуация, потому что у него больше всего доступных фаер-тимов в игре, но при этом в самой, как бы, так сказать, партии миксовать они эти фаер-тимы не могут. Из-за этого Космодесант размазан потерем от буквально самой худшей команды в игре до плюс-минус рабочих. Собственно, Космодесант это элитная команда, которая играет максимально аккуратно, потому что выживаемость у Космодесанта не такая хорошая, какой она могла бы быть. Поэтому вы играете максимально аккуратно, шкиритесь, делаете миссии и, в общем, показываете свой максимум. У Космодесанта есть в целом небольшие неплохие приколюхи, например, стратегическая токсическая плойка Only in Death. Но при этом у Мара в целом отвратительный эквип и при этом какой-то такой синергии между модельками нет, да, то есть это просто пять спейсмаринов, которые делают какие-то странные вещи. Что, понятное дело, не то чтобы очень круто. По каким-то, опять-таки, топам тирам, то у нас есть такой топ-3 спейсмаринов, это обычная тактичка, риверы за счет дикой мобильности по столу и скауты. Скауты являются самой лучшей командой, потому что их много, у них есть хорошее оружие и, в целом, ребята, они такие неплохие за счет двух гранатометов, снайперов и подобных вещей. В среднем по больнице Космодесант заслуживает ранка С, а скауты отдельно заслуживают ранка Б. Идем дальше. Дизвотч. Сэм. Дизвотч формально, так сказать, на бумаге тоже относится к спейсмаринам, но у него есть некоторые ограничения, связанные с его чаптер-кейвордом, да. Банально он не может брать скаутов и тактикалов, из-за чего относительно остальных маринов он как бы чуть-чуть приседает. Но зато у Дизвотча есть своя собственная команда Дизвотч-ветеранов, которую как бы все любят и знают. Поэтому Дизвотч-ветераны имеют ряд небольших преимуществ, например, у них очень много дамага в стрельбу, у них очень много плазмы. И благодаря большому количеству плазмы они могут эффективно контрить элитные команды по типу Кустов, КСМ и других маров. Но против толпы у них очень большие проблемы, и при этом живут они еще хуже, чем ванильные марины. В итоге как бы их избранный тип геймплея превращается в такую игру, вышел из-за стенки, пострелял, подешился обратно. Так играет Дизвотч. Увы, фракция не в топе, хотя мне бы хотелось видеть ее в топе, но тем не менее, где есть, там и есть. Серо-рыцари. Серо-рыцари, наверное, из космодесанта самые лучшие на данный момент, из лояльного космодесанта, и уверенно занимают позицию в Б. Потому что если остальные марины вынуждены выбирать между сильным ХТХ и сильной стрельбой, Серо-рыцари объединяют и то, и другое сразу, и при этом имеют еще дополнительный бонус в виде психосил. Помимо крутых психосил, которые позволяют им дамажить и жить, у них еще есть много всяких интересных приколюхов в стратеге к плойце. Если, например, за КП, вы можете стать, в принципе, для противника невыцеливаемым. Да, а это, как говорится, здорово. Помимо этого, есть много всяких приятных, полезных бонусов по типу эквипа на бесплатную психосилу, которая очень часто пригождается. Ну и сохраняют они всю ту же самую классическую майскую проблему. Не самая лучшая выживаемость при малом количестве вунд на столе. Увы. Имперская гвардия из компендиума. Собственно, скажу вначале, если вы набираете по компендиуму обычных гвардейцев, то эти гвардейцы всегда хуже ветеран гвардии, о которой мы поговорим на следующем слайде. Поэтому компендиум на имперской гвардии круто своими сционами, потому что сционы лучше гвардейцев. У сционов много спешелов, сционы могут круто делать миссионные действия, потому что они делают их бесплатно. И помимо этого у вас есть связист, который делает из двух ваших сционов космодесантников. И также на вас действуют приказы нормально, а не так, как они действуют на компендиумную гварду. Тем не менее, у вас есть еще вариант миксовать сционов и обычных гвардейцев, чтобы получить максимум спешелов. То есть так у вас будут две плазмы, две мельты, два гранатомета и прочие штуки. Поэтому геймплей за гвардию достаточно веселый. Вы этакая стеклянная пушка с большим количеством хорошо дамажащих моделей, но которые сами живут не так хорошо. Ветеран гвардейцы из Актариуса. Заслуженный АТИР. Собственно, почему? Во-первых, у вас 14 бомжей, то есть очень много. И при этом эти бомжи очень хорошо, так сказать, верифицированы. То есть у вас есть ребята, которые сходят точки, у вас есть ребята, которые наносят дамаг. И есть ребята, которые бафают дамагеров, то есть энергия. В целом этот киллтим пронизывает с ног до головы. Помимо сильных стратагем, у вас есть еще и бесплатные приказы, которых нет у комбиниумной гвардии. У вас есть очень мощные тактические плойки, например, In Death Atomment. У вас очень классный эквип, который взаимодействует прям с коровыми механиками игры по типу инициативы. У вас есть ужасный снайпер, который в принципе ваншотит любую модельку при должном раскладе. И вообще, при грамотной игре ветеран-гвардия выносит все, что угодно вперед ногами со стола. Но, чтобы выносить все вперед ногами со стола, нужно чуть подумать. Поэтому они не в С, а всего лишь в А. И важный момент. Ветеран-гвардейцы это не обязательно кайговцы. Имейте это в виду. Hunter Clays. Kill Team Adeptus Mechanicus из White Dwarf. Обладает неплохой стальбой с рейнджеров и вангардов и неплохим ХТХ. С расталкеров и инфильтраторов. Из такой главной механики у них есть докторинные императивы, которые добавляют новый пласт тактики и бонусов, так как они бесплатные. Есть очень классная статагема на инфильтратору непосредственно инфильтратора где-то в киллзоне. Потенциальные чарджи на первый ход и уничтожение ключевых оперативников врага. Но при этом это картонные модельки при достаточно маленькой численности и ограничениями по муву у рейнджеров. Из-за чего они находятся всего лишь в Б, хотя могли бы быть и выше. Forge World это мехи из Компендиума. Забавная ситуация, что набор юнитов у них точно такой же как у Хантер Клейда. Но поэтому Forge World во всем хуже из-за того, что у них нет бесплатных императивов. У них не такие крутые тактические плойки, не такие крутые стратегические плойки. И вообще лучше всегда брать Хантер Клейд, а Forge World находится где-то в Ц, увы. Послушница сестер или навядки из компании Челнат. 10 хрупких девчонок с очень сильной механикой Faith Point, то есть очки веры. По сути это дополнительные КП и доп стратегемы, которые позволяют вам уничтожать рандом на подходе к вам. Вы по сути попадаете всегда все, когда хотите попасть, и сейвите всегда все, когда вам это нужно. Из каких-то минусов немного туповатые вторичные миссии, которые заставляют вас умирать, и в целом сложный геймплей. Но так-то команда очень сильная, если уметь применять все ее фишки и грамотно разыгрывать очки веры. Поэтому эта команда отличный выбор для тех, кто любит напрягать мозг и получать за это хорошее вознаграждение в виде первых мест на турнирах. Поэтому заслуженно находится в А. Обычные сестры в 3+, из Компендиума. 10 девчонок, которые чуть покрепче и чуть получше живут, но дамага у них меньше, хороших АТХ есть только у Айпенти и у Флагеллянтов, и неожиданно из-за того, что у них нет механики очков веры, живут они хуже, чем свои, собственно, сестры в штанишках. Это добавляет, так сказать, уныние, тут очень плохие стратегические плойки, но зато есть всякие хорошие тактические на игнор и дамага, на всякие бонусы и в таком духе. В общем, Килтим не самый плохой, но находится в С. Когти Императора. Заслуженного. Геймплей тут очень простой, вы просто идете, живете и убиваете. Жить вы можете отлично, убивать вполне хорошо, особенно в ХТХ. Противник, как правило, превышает вас числом в 2 или в более раз, но это, как правило, ненадолго, и ситуация, как говорится, меняется уже к третьему ходу. Если вы все-таки встречаете очень страшные орды, то у вас всегда есть вариант взять себе на помощь 5 девчонок, которые будут носиться по столу и делать всякие нехорошие вещи противнику, помогать вашим золотым мужчинам. ХСМ, предатели, космонесантники, тоже находится заслуженно вам. Геймплей ХСМ ставится на стабилизации кайтов и баф от кайтов. По сути, вся эта комба укладывается в 1-2 КП, которые тратятся в каждом ходу. При этом лютая стрельба, лютая ХТХ, неплохая выживаемость, потому что вас больше, да, больше, чем лоялов, неожиданно, это уже 6, да, ребят, и 12 вунд. И при этом они очень хорошо контрят как элиту, так и толпы за счет двойной стрельбы. Вдобавок у вас есть какие-то непонятные культисты, иногда их можно брать против каких-то очень больших толп, если эти толпы не очень сильные. Но главным образом вы играете с шестью пацанами, которые выносят всю стрельбу. Гвардия Смерти. По сути, главная механика Гвардии Смерти в том, что Гвардия Смерти хорошо живет. И, по сути, ваша крутая выживаемость это единственная фишка вашего киллтима. При очень большой выживаемости вы очень медленны, что немного балансирует вашу выживаемость, но все-таки ваша медлительность очень часто играет на руку не вам, а вашему оппоненту. Все это подкрепляется не очень большим количеством дамага и какими-то бесполезными паксами, которые не нужны. Из-за чего Гвардия Смерти, к большому сожалению, находится сейчас где-то в С, по моему мнению. Тысяча сынов из компендиума. В принципе, у вас есть один Сорик. Этот Сорик может кастовать неплохие пси-силы в обмен на возможность получить Марталки. Из каких-то очень больших минусов. Второй апрелл на ваших рубриках Спейсмаринах, из-за чего они очень неподвижные, тупые. Но, как бы, рубрика с Лайперкой все еще молодец. И у вас есть крутые козлы, которые крутые, потому что делают миссию и выносят в игре со стола. Но, в принципе, да, и находятся они поэтому в цене. Но, к счастью, у вас есть Варбковин. Варбковин это прапа на версии тысячи сынов, поэтому у вас три Сорика вместо одного. Девять костров вместо четырех. У вас больше возможностей миксовать козлов и рубриков, что делает вас очень гибкими. И вы можете подобрать идеальный состав против любого матчапа. У вас больше бафов на рубриках, из-за чего те начинают чувствовать себя как нормальный Спейсмаринах, а никак не пойми кто у вас с хорошими болтерами. Очень крутые плойки, в принципе, на все случаи жизни. И очень легкие вторички, которые гарантированно приносят вам четыре виктори-пойнта в игру. И козлы все еще лютеры. Ко всему прочему. Заслуженно находятся в А. Вес не попадают из-за немного сложного геймплея и уязвимости сарков. Демоны Хаоса. Непонятные создания из варпа, созданные хаоситскими богами. Собственно, в Kill Team они представлены свалкой низших демонов всех богов. Но поэтому в команду миксовать можно только двух богов за раз. И при этом чаще всего это Дзинч, который кидает фаерболы и кость в игре в стрельбу. И Кхорн или же Слонеж для ХТХ. Что лучше Кхорн или Слонеж вы определяете, исходя из того, какой на поле террин и какие вы хотите делать миссии. В целом Kill Team неплохой, потому что у него есть хорошая стрельба среди значовых демонов. И в целом очень хороших ХТХ, что с Хорна, что с Слонежа. Поэтому у вас достаточно хорошая выживаемость. Если мы еще берем в расчет численность, у вас около 11-12 на столе. И поэтому у вас есть сильные бафы от сильных баферов. Демоны, как всегда, пронизаны синергией со всех сторон. Заслуженно в Б. Крафт Ворлды. Единственный Kill Team, кроме некоторых Kill Team of Mario, которые, увы, находятся в D, потому что это какая-то чушь. Гардианы и Avenger, они не живут, не стреляют, не бьют. Непонятно, зачем они нужны. Поэтому численность очень маленькая для таких слабых профилей. И, по сути, единственная механика фракции это добавить дюйм к муву, что как-то очень даже смешно и бесполезно. Единственное, кто кто-то может что-то делать, это 8 рейнджеров, потому что у них есть снайперки. И со снайперками можно что-то мутить. Темная версия Эльдаров. Камариты намного лучше своих светлых собратьев. Находятся где-то в Б, а могут даже выше. Играют главным образом через объединение кабалитов, которые стреляют, и вичек, которые бьют хорошо в ближнем бою. При этом и те, и другие свою задачу выполняют очень даже круто. У кабалитов есть очень хорошие ганнеры и хэви-ганнеры, которые невероятно хороши в стрельбу, возможно даже сломаны. А на вичек действует какая-то безумная стратегическая плорика, которая превращает их в каких-то летающих... Как это сказать? Влетающих, жутких, неуловимых убийц. Назовем это так. Из каких-то фантомных минусов у вас все еще очень картонные ребята, но зато они компенсируют это просто бешеным дамагом в любом бою. Орликины. Орликины, несмотря на то, что находятся в компендиуме, находятся в позиции одной из сильнейших фракций в килл-тиме. В принципе, по ряду причин. Первое. Вам абсолютно плевать на террей на столе. Террейна для вас не существует, так как все ваши орликины через него летают. Скоринг у вас безумный, потому что каждый у вас орликин скорит как спейсмарин, при этом если спейсмаринов обычно 5, то орликинов, как правило, 8. Все это подкрепляется безумным дамагом и в стрельбу, и в хтх, который иногда доходит до какой-то вообще, в принципе, идиотии, и кажется, что так быть не должно. А все это подкрепляется тем, что всего лишь за 1 кп все хиты врага в хтх просто превращаются в крашеную капусту на 4+, а за еще 1 кп вы становитесь, в принципе, неуязвимы для вражеской стрельбы. Так что ребята очень даже злые. Команда орки из Актаиуса. Команда орки из Актаиуса хороша тем, что вам плевать на ваш 5 сейв и плевать на ваш плохой вэпон скилл, потому что у вас 103 зеленых вунды на столе, и не у всех хватает дамага это просто перебить. У вас есть хорошие стрелки, которые поддерживают хороших хтхшников. Хтхшники тут еще лучше, чем обычно, потому что могут чаржить из консила, из-за чего чаще всего для стрельбы неуязвимы. Невероятно мощная плойка на инфильтру кого-нибудь в центре стола, или не обязательно в центре стола, но это часто решает партию, потому что это чарж на первый ход и полом противнику всех планов. Если вы идете в размен, то вы всегда побеждаете, потому что вам есть чем размениваться. У вас есть модельки с третьим АПЛ на столе, каждый ход, и если вы берете, допустим, горячина вместо одного орка, то вы получаете просто 4 виктори-пойнта себе в копилку. Возможно, команда НОБы сломана, но это в момент спорный. Гринскины. Компендиумная версия орков, не сильно хуже своих команды товарищей. Во-первых, получаете право говорить, что вы играете горсткой бойзов. Это все еще 100 мунд на столе. Из отличия они могут набирать более сильную стрельбу, чем команды. То есть тут есть эдакий странный баланс между именной командой и компендиумной. У вас есть очень крутой, как его зовут, спанер из каста в Мегабласты, который тоже, в принципе, ваншотает все, что он захочет ваншотнуть. Но, к сожалению, они проигрывают команды зампомиссии, и в целом, как бы, ребята хороши и сильны, но команда засильнее и интереснее. Что, как бы, все еще не делает Гринскинов плохими, просто делает их не такими приоритетными по сравнению со своими товарищами. Некроны. Некроны обладают очень хорошей выживаемостью и большой численностью. Каждый ход ваши ребята хиляются на две раны и имеют возможность за КП поднимать погибших бойцов. В принципе, выбить Некронов с поля задача для противника очень тяжелая и чаще всего невозможная. Так что вы должны это использовать. Самая лучшая комба Некронов, которая работает, это соединение имморталов, которые очень хорошо стреляют, и флейдов, которые очень хорошо бьют в ХТХ, вяжут противника и контролируют стол. Но у тамбов есть главный враг, это их низкий мув, который им достаточно тяжело исправить, из-за чего находятся они в А, хотя могли бы быть. Тау из Компендиума. В принципе, это такая же кучка бомжей, вас очень много, около 12, у вас очень больные пушки, но при этом живете вы очень плохо. Из механик у вас есть какая-то оборезанная механика маркеров, которая не то чтобы дает вам большие бонусы, у вас есть прикольные дароны, которые делают прикольные вещи и отвлекают противника на себя. При этом, как ни странно, у вас хорошая ХТХ, так как вы можете стрелять в ХТХ за стратагему, а также стрелять по тем, кто находится в ХТХ. Так что, как бы, в ХТХ Тау разрывают. Также у стелсов есть очень интересный геймплей, основанный на смене приказах, флай и прочих вообще шикарных штуках, или фузионке в ХТХ, но их надо уметь разыграть. Ну, они на самом деле классные, типа, ребята хороши, но в Се находятся. И сейчас мы переходим к их братьям. Следопыты из Челнатора. Следопыты из Челнатора, фрекцию, которую они когда-то считают самой сильной, сломанной, и вообще уберите ее, пожалуйста. Главным образом, у вас есть нормальная механика маркеров. Которая просто позволяет вам начисто ломать всю выстроенную геймдизайнерами механику видимости КТ. У вас есть безумнейшая стрельба, и она лишь слегка компенсируется тем, что у вас в ХТХ сильно хуже, чем у комбиниумных Тау. Вы, скорее всего, лишаете противника двух солдат на первый ход, поэтому он сделать с этим ничего не может в принципе. И, как говорится, вы всегда выигрываете инициативу, даже когда вы проигрываете инициативу, потому что у вас есть возможность активировать четверть вашего киллтима, независимо от броска инициативы. Возможно, паломные, возможно, будут занерфлены, но пока до этого далеко. Наемники Тау круты. В общем, круты это самая лучшая фракция, которая есть в киллтиме, без арофлов, потому что у нее отличный геймдизайн, отличная проработка и все классно. У вас есть курицы, у вас есть собаки, которые нападают на противника, пока курицы делают что-то свое на столе. У вас есть жуткий круток, с которым оказывают на противника психологическое давление, но, если быть честным, это очень странно. Ребята с какими-то ежепалками, которые непонятно что делают, дамага наносят мало, живут очень плохо. Мне хочется сказать, что они в Д, но, точнее, как, у меня есть ощущение, что они находятся в Д, но мне хочется верить, что они в С, да, потому что они все еще очень классные, очень смешные, короче. Ребята крутые, это хорошая фракция, честно. В общем, всем, кто играет за Крутов, мои, так сказать, сопереживания и желания успехов. Хай Флит. Тиранида из Компендиума. Собственно, у вас очень много бонусов на мобильность, намного больше, чем у Ильдаров, что, как бы, делает Ильдаров еще более бесполезными на фоне вас. Вы можете, в целом, пробежать, по-моему, больше половины стола за одну активацию. Поэтому в ХТХ вы съедаете все, что угодно, а противник по вам даже пострелять чаще всего не может. А если и стреляет, то у вас, как бы, в КВА всегда 20 его автоматом, то есть убить вас тоже как-то очень тяжело, учитывая, что у вас много вундов. Да, и воины у вас тоже, ребятки, хорошие, на все четыре руки молодцы и стреляют, и бьют, и живут, и миссии делают. В общем, Хайфлит достойно находится в А. Брюдковен, или же культы гинокрадов из Компендиума. Ребята не могут боять честнокровных гинокрадов, мало ли вы хотели, нету и нельзя. В целом, такая команда, ориентированная на ХТХ, с кучкой странных бомжей-неофитов на заднем плане, которые делают миссию и иногда постреливают в противника. У вас есть кучка интересных фишек, основанных на смене приказов, которые лучше всего работают в первый ход, потому что у вас засада. За КП живете так же хорошо, как Тираниды, ну и у вас есть очень классная пилка для камней, мол, зачем как бы пилить камни, когда можно пилить людей. Ребята находятся в Б, хорошие, со своими приколдесами и фишками. Вермблейд. Гинокрады из Вайдварфа. В целом, очень похоже. Вы не можете брать Метаморфов и Акалитов, зато можете брать Элитных Чаров, то есть Келеморфа, Локуса и два вида Санксусов. А также вы получаете в бонус право шутить ковбойские шутки. Геймплей Вермблейд остается, как мне кажется, на хорошем альфа-страйке на первый и второй ход и очень сильных персонажах, которые сильно мутузят противника, в принципе, всегда. У вас есть очень большое количество моделей на столе, что позволяет выполнять широкий спектр задач, как в мессионных, так и по уничтожению противника. У вас есть, помимо этого, кучка всяких нержитных приколов, микроменеджмент, там, бафы раздать туда, бафы раздать сюда, прикопать проход здесь, перехватить в хатахатам, почарджить двора за одним и тем же чуваком, заинфильтрить чувака в середину стола, сделать просто ящики и всякий мусор на столе абскьюром и так далее. Ну и, конечно же, у вас очень легкие миссии, то есть, если вы берете Вермблейд, вы берете 4 виктори-поинта себе в карман. Так что, ребята, находятся в А, до С они чуть не дотягивают из-за общей картонности моделей и их хрупкости. Итак, неожиданно на этом все. Вроде в 25 минут я даже уложился, так что слово свое исполнил. Что могу сказать, наконец? Большое спасибо, что посмотрели это странное видео. Как говорится, ставьте лайки, пишите комментарии, делитесь видео с друзьями и обязательно, как говорится в комментариях, пишите свое мнение, согласны ли вы с моей ранжировкой фракции по тирам. Да, возможно, я опять-таки что-то упускаю или у вас в мете есть какие-нибудь другие необычные открытия, допустим. Мне это будет очень интересно почитать. Тем более, у нас, может быть, скоро будет видео с аналитикой о том, как новый Kill Team себя чувствует спустя полгода и мы ваши идеи туда обязательно, как говорится, запихнем. Так что еще раз большое спасибо, что были с нами. Еще раз напомню вам, что мы подписались на канал, потому что это нас очень сильно поддерживает. И, конечно же, удачи вам во всех наших начинаниях. Играйте в Kill Team, играйте в Kill Team теми фракциями, которые вам нравятся и оставайтесь с нами дальше. Всем удачи, всем пока. И это был канал A handful of boys, если вы вдруг забыли. Играйте.